Путин заявил, что Россия не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов. Обратите внимание, он то этому прокурору и прокуратуре на коллегии заявлял про то, что надо это все останавливать. Много ли межэтнических конфликтов в России? Нет. Но они будут. А знаете почему будут? Потому что сейчас будет разворачиваться китайская тема. И поэтому Путин пытается заранее парировать. Уже по всему миру лупят китайцев. В Нью-Йоркском метро отлупили и так далее. И Путин понимает, что сейчас если мы подогреем эти настроения, то он не сможет сдать Россию Китаю. Потому что ватники, какие бы они дураки не были, они все равно видят то, что происходит рядом с ними. Поэтому нужно и будет заставить физически. Он это будет делать при помощи своих структур силовых. В Китае назвали новый козырь России для противостояния Западу. В Китае все козыри. Знаете какой? Это главный козырь российских стратегических войск. Это ядерная установка Буревестник. Буревестник. Они такие. Чтобы вата радовалась. Что есть какая-то ядерная установка Буревестника. Нет ни хера ничего. А Китай все эти вещи говорят специально. Помните мы вам мишени. Я вам мишени показывал. То есть когда обычные манекены поставили на детские машинки. И там конечно украли миллиарды какие-то под это дело. Такие вот управляемые обычные детские машинки радиоуправляемые. Китайцы говорили что это восхитительно вообще. Что ничего подобного они не видели. Манекены одеты. Ну надо будет взять. Он может на следующую передачу возьмут. Потому что это у меня на другом компьютере. В камуфляж манекены и на детских машинках. Ссад. Представляете. То есть. А еще скотчем. Головы у манекенов снимаются. Их примотали черным скотчем. Эти головы. Жуть. И вот опять Китай рассказывает. Почему. Почему. Потому что самый простой. Если Овидия вспомнить. Помните. Овидий говорил. Самый простой верный способ. Обмануть. Это прикинуться другом. Если ты хочешь обмануть человека. Прикинься его другом. Сы Цзиньпин еще не весь Китай. Ну почти весь. Большая часть. Сы Цзиньпин не весь Китай. Но большая часть. Китай управляется полностью. Сы Цзиньпином. Эта машина. Все что он хочет. Она делает. Точно так же как управляется Путин. Не вся Россия. Но Россия управляется этим козлом. Поэтому. Ничего. Китай выполняет желание Сы Цзиньпин. Конституцию поменяли. Поменяли. Как и в России. Сы Цзиньпин может быть пожизненно. Да. Может сам принимать любые решения. Включая там нанесение ядерного удара. И так далее. Да. Все то же самое что в России. Абсолютно. Такой же терап. Только ну понятно что более патриотичный. С точки зрения своего народа. Более грамотный. Относительно Путина. Более более более. Во всех отношениях. Вячеслав. Будущая Россия. Я вижу например в составе Китая. А буревестника нет и не будет. По одной такой причине. С точки зрения физики. Создать его невозможно. Я не знаю с точки зрения физики. Я знаю что с точки зрения исторической. Россия в составе Китая быть не может. В составе Китая будет Китай. Не будет никакой России в составе Китая. Если Россия будет в составе Китая. Она будет Китаем. Так что это совершенно точно Но я могу сказать В самом хорошем варианте В самом лучшем варианте Мы можем отбить Калининградскую область И не больше Я думаю, что Путин все сольет Это сука Но это не значит, что не надо воевать Надо Мальцев, если Китаю не спротивляться То они никого не тронут А так всех положат из-за тебя А тебя на бамбук оденут Лелик Петушко пишет Петушко Пишет Петушко Про бамбук Видно у человека Свербит в одном месте Что на бамбук могут надеться Ну так обычно говорили и немцы Когда Советский Союз Пытались захватить Эй партизан Сдавайся, будешь кушать Белой булка с маслом А то будешь повисать на веревка Да Мы все это проходили уже Нам не надо про это рассказывать Как определенный товарищ сказал Сказал В фильме Брат 2 Да, помните Русские не сдаются Так что все, успокойся Такой